Понятие о софенов и моральном соусти. Воспользуемся для этого схемой, на которой мы увидим вертикально расположенный сосуд более крупного диаметра, обозначенный как бедренная вена. Бедренная вена относится к системе глубоких вен, нижней конечности, и она сопровождает одноименную бедренную артерию. Рядом мы увидим под углом впадающую в нее другую вену, обозначенную как большая подкожная вена. Большая подкожная вена относится к бассейну поверхностных вен нижней конечности. И принципиально важно, что у места впадения большой подкожной вены в бедренную вену мы увидим клапан, который обозначен как терминальный или конечный клапан. Именно он является границей, разделяющей эти два бассейна. Но до того мы найдем еще один клапан, который получил название претерминальный клапан. И собственно пространство между двумя этими клапанами, претерминальным и терминальным, можно обозначить как софенофеморальная соусти. Если мы присмотримся к этому схематичному изображению, мы видим, что в область софенофеморального соусти впадает три достаточно постоянных сосуда. Первая из них это вена эпигастрикосуперфициалис, поверхностная надчеревная вена, спускающаяся с передней стенки живота от области пупка. Вторая это вена пудендоэкстерна, наружная половая вена, собирающая кровь из соответствующей области. И наконец, вена циркумфлекса или суперфициалис, поверхностно огибающая подвздошную кость вена. Все эти три вены мы легко найдем на УЗИ, если будем ориентироваться на расположение терминального и претерминального клапанов. На этой схеме мы видим еще один сосуд, обозначенный номер 4. Его особенностью является то, что он имеет свой собственный клапан. Это переднее огибающее бедро, подкожная вена. По наличию такого клапанного аппарата, мы можем относительно легко дифференцировать сосуды при ультразвуковом исследовании области софенофеморального соусти. Наконец, у бедренной вены мы видим, что еще максимально-проксимально располагается надософенный клапан. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что существует в зарубежной литературе устоявшийся термин «кроссе» от французского слова «клюшка», «дуга», «рукоятка», обозначающий данный отдел большой подкожной вены и вместе с его притоками. И отсюда термин «кроссэктомия». Продолжение следует...